У нас серьёзная велофара будет. На сколько ватт? Велофара у нас будет ватт на 300, но если мы он тут ещё под фарник поставим, это ватт на 300, да, 350. Собственно, вот она первоначальная установка нашего всего агрегата. Здесь 100 ватт, но в велосипедном эквиваленте, наверное, это 300. Да, постараемся сегодня испытать. Вот, 100 ватт. Вот такая мощная фара. Сейчас пока всё хорошо видно, мы её внешне покажем. Сейчас монтажка будет происходить, будет туда кабель делаться. Может, давай под фарник назад ещё его засунем, туда навинтим. Вот, в общем, такой у нас сегодня день. Вот, пауэрбэнки и все дела. Так, с вами Лекс Круп и Валентин Кулибин. Кулибин медианик. Вот, и это самое. Нет, он сидит монтирует свои видосы. Так, я вам хотел показать подвык подверт. Дальше сделай ковер. Так, преобразователь я закрепил вот так вот скотчем. Сейчас вот аккумулятор я поставлю в эту часть. И спереди у нас вот такая фара. Напомню, что это 100 ватт чистого света. И эта штука будет работать прям непосредственно от преобразователя 12-220. Думаю, что сюда можно ещё вот тут подфарник поставить назад. И мы посмотрим, как это будет работать. Установил аккумулятор на тестовую, просто на багажник. Сейчас включаем преобразователь. Преобразователь работает. Всё отлично. Аккумулятор будет стоять здесь. Провод 220 будет проходить вот здесь и прям туда, на вот эту штуку. Нет, нам понадобится раздвоитель 220. Вон, то, чтобы я мог включить второй прожектор назад. 500 ватт, ну, там, можем таких три прожектора, в принципе, включить. Такие дела. Так, на меня, на меня направи. Серьёзочка. Полная комплектация. Подготовка к вечеру. Вау, аккуратнее. Молодец. Молодец. Зато в цвет. В дальний поход собрался, нет? Просто ж еду. А, серьёзно. Светить будем во всех фарах. Как вам это? Ваше устройство? Нормально. Как он тебя тыкал? Как ты, как ты делишь? Я в шоке. Я тоже немного в шоке. Вот, короче. Вот так вот. Зажигаем. Дальше. Жжём дальше. Так себе можно идти этим светотехником. Так, ну вот. Сейчас. Дубль два. Ну вот, короче, замонтировал прожектор, типа, который будет светить туда. Это у нас 50 ватт, а это у нас 100 ватт. И в итоге 150 ватт. Инвертор на 500 ватт. И расстроитель вот сюда. Сейчас это всё замонтирую. Кабель к тому прикручу, поставлю аккумулятор. И мы готовы выезжать. Это будет взрывоядерная боба. Такой велик. Самая мощная фара на велосипеде. Почти. А следующую фару, ребята, если под этим роликом наберётся, у нас сколько нам нужно? Ну, 50 тысяч просмотров. Там, скажем, 2-3 тысячи лайков. Очень всё скромно. Мы вам сделаем фару на киловатт. Даже не сомневайтесь. То есть киловатт на велосипеде. На велике киловатт. И фара будет 220. И аккумулятор, конечно, побольше будет. Ну, можно и на этом. Это же для испытаний. А так на постоянку можно и побольше. Вот, сегодня мы испытываем экстремальную светотехнику. С вами ЛК. Валентин Кулибин. И Нет Адлер, который сейчас думает над своим новым роликом. А мы, тем не менее, продолжаем банкет. И это самые экстремальные поделки на велосипеде. Погнали! Да, мы подготовили. Смотри, здесь сними, пожалуйста. То есть мы подключили. Вот здесь зафиксировано, потому что он чуть-чуть болтается. Сейчас я ставлю аккумулятор. Сейчас я ставлю аккумулятор. Значит, на заднее место. Он идеально здесь смещается. Ну, это для эксперимента, естественно, для испытаний. Да, вот отсюда свои. Вот так вот. Вот. И, значит, сейчас мы подключаем отрицательную клемму и положительную клемму. Отрицательную сюда, положительную сюда. Не, лучше отсюда вот с ними. Вот, подключили. А теперь мы вот здесь, смотри, вот здесь вот. Включаем. И прожектор, прожектор заработал верхний. А ну-ка, зацени прожектор. Это только один, это сопутствующий прожектор. То есть он не основной. Дай-ка. Как в том ролике. Вот в том ролике, в том ролике, вот, это там, вот боковое, с боковым светом. В том ролике у нас был вот этот прожектор только на велодоме. Велодоме, ну-ка, дай-ка я сейчас. На велодоме. То есть, в принципе, вот так это все сзади выглядит. И мы еще сейчас запитаем передний прожектор, но это вообще ад. Да, искусственный свет для меня не очень. Лютейший просто. Знаешь, что ты скажешь? Что скажешь? Ну вот, то есть, ну, сидеть я буду, естественно, вот здесь. Голова у меня где-то здесь будет. Вот, этот отражатель перемотался. Ну, это издержки производства. В общем, так, сопутствующим мы замотали. Сейчас будем заделывать вот этот и подключать его на вот этот расстроитель. Поехали. Так, ребят, вот, собственно, я сел на мародера с новым прожектором. Видите, я сижу в комфортной позе. В позе для педалирования. И мы видим то, что прожектор, непосредственно сама светящаяся штука, находится сверху. Даже вот, даже выше, чем нужно. Это очень хорошо, потому что мне будет удобно педалировать и удобно ехать. Я могу ехать с зажженным прожектором, и он не будет мне светить прямо макушку. Он будет светить сверху. Такие дела. А мы, как я напоминаю, монтируем переднюю штуку. И будет вообще жара, будет как на солнце, на вспышке. Поехали. Держи только вот проводку. Так, ребята, мы придумали инновационную систему заднего габаритного освещения. Мы берем обычный патрон от лампы, который включается непосредственно вот так. И берем вот такую лампу. Соединяем это, завинчиваем вместе. Таким образом образуется лампочка заднего вида. И, короче, ну, габаритная. И мы берем вот так вот. Здесь близко, близко, смотри. Вот сюда, вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда. Вот так. И мы берем эту лампочку и включаем вот таким образом. И это получается лампа заднего хода. Так, включишь, когда ты ее... Я могу сейчас протестировать. Опять же ставим аккумулятор. Все как в старые, в долгие времена. Подключаем отрицательную и положительную клемму. Саша, Криосан, привет, если смотришь. Особый. Особый привет. И мы включаем. И лампочку тоже включай. Отдельно включается. А, забыл. Да. Опа, красный. Это заднегабаритный свет на нашем велосипеде. Вот такие дела, ребята. И там горит. И тут горит. Невероятный. И скоро там загорит. Да, да. Невероятный велосипед, который, в принципе, весьма... Ну, нормально видно, зато будет. Крутая новогодняя елка, пожалуйста, приглашайся. Это наш задний фотонный ускоритель. Да. Космические корабли. Это круче, чем новогодняя елка. Бороздят просторы Большого театра на фотонных ускорителях. Не только в Черном море. Ребята, мы сегодня засветим пляж, пустошь, всякие леса, поля. И мы испытаем нашу систему на любых условиях, которые мы найдем сегодня ночью. Не переключайтесь, комментируйте, ребята. И помните, если вы наберете 50 тысяч просмотров под этим роликом, мы сделаем киловаттное освещение на велосипеде. Поехали! Так, ребята, ну что ж, я замонтировал заднюю фару. Вот этот вот главный прожектор. И также вот этот вот прожектор замонтировал. Провел вот здесь вот провод. И провод идет сюда. Так, включаем. Здесь основной выключатель, который включает преобразователь. Ток пошел. И все заработало. Посмотрите, какой нахрен свет на велике. Вот это я понимаю мощь. Вот это я понимаю свет. Индустриальный свет на велосипеде. Задняя фара в виде оранжевой лампы на 220 вольт. Ну что ж, с вот этим комплектом мы сегодня поедем, как я говорил, в пустошь. И покажем, что это такое. Нэш, что ты скажешь? Я воздержусь от комментариев. Происходит какая-то дичь. А мы поехали дальше. Играет музыка. так сейчас мы протестируем вот эту штуку поехали о свет пошел вот так вот это все и выглядит вот такие дела задняя фара передние фары все прям работает максимально охренеть сейчас надо какую-то тряпку протереть стекло вот здесь и протереть стекло вон там чтобы все было идеально ровно и 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 итак у нас велосипедный вопрос у нас серьезный контент сегодня программа велосипедный вопрос и мы будем делать велосипед со свечением но сначала я поем еду чтобы мне зарядиться а потом мы уже будем делать велик и 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 be и man и и и и e Ехали впереди меня. Поехали. Так. То есть Валентина видно нормально. Давай. Кто-то тоже впереди едет на велосипеде. Ну а что мне делать съемки? Кто-то тоже едет. У меня едет. Тоже едет. Реакцию его... Ты слышал его? Вау. Вау. Круто-круто. Обалдеть. Как бы нас за счастливый порядок не арестовали. Беспорядок, точнее. Лежащий полицейский... Ух. 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 Здорово, мужики! Охрененно! Все, хорошенько! Погнали! Портуешься, портуешься! Да? Да! Ну что, охренеть, посмотрите на эту цветовую гамму! Обалдеть просто! Если камера схватит, я правда не уверен. Уважаем вас на кинематографическую сцену. Своего лица почти не видно. Главное, чтобы байк там на месте остался. Гляньте на это! Гляньте на это! Вот так вот! Какие-то тут птицы летают. Давай мы сейчас зажжем свет тут еще. Давай! Посмотрим, как это будет. Так, включаем эту самую камеру. Включили, включаем освещение. Погнали! Вот так вот это все и выглядит. Валентин, что вы скажете? Это контент серьезный. Это очень серьезно. Смотри, чтобы велик не сильно наклонялся. Ваше лицо прекрасно видно. Обжигающий свет. На фоне такого заката вообще обалдеть. Так, тепло от нее. Тепло, да, идет. Нормально вообще-то. Вот такая интересная платформочка. Скоро она рухнет. Через годик, наверное. Плита достаточно толстая, поэтому нормально. Сейчас скажешь за освещение. Посмотри, как засветка была. Ооо, да, ничто си. Дальше река и там море. Ух ты! Круто. Все засвечивается. Засвечивается все. Это бомба, это хит. Да, задняя фара особенная. Это пушка. Пушка. Держи. Вот так вот, ребята, и происходит все. Примерно. Задняя фара, передняя фара. Такие пироги. На все. Тихо. Нормально. На все. Одессорutta. Айuer может неret meals. Найд出来 сзади неровное место, там 175 человек недовали, это правильноlerweile возвращаемся, becgraэ. Н imposing. ну нахер отец ну ты видел так ну что ж ребятки мы заехали с вами пустошь очень холодно на улице сейчас врубаем отлично свет я включил погнали поехали принципе очень кинематографичным все видно я бы сказал даже весьма все видно хорошо так ну нормально по крайней мере никаких критичных недосветов нету есть нормальная такая штука так что ок все классно вот в общем нормально такой вид хороший весь асфальт видно все видно все отлично да я бы сказал что все весьма хорошо видно отлично просто едем по пустоши здесь обычно очень темно и нихера непонятно но сейчас достаточно светло я бы сказал даже вообще светло он даже людей видно издалека нормально комфортно я бы сказал с таким цветом ездить весьма весьма комфортно приятно да так вот и едем интересно засветка тут отлично тут мост на котором мы были вот так вот выглядит и дальше едем он там автобус стоит все пироги я вообще обалдеть нормально так нормально свет хороший сейчас я вам теме не отъеду чтобы было вообще ярко да даже всю речку видно но относительно хорошо ставим на стоянку но здесь сильный наклон на стоять не будет так что я вот наверное вот сюда углу просто как-то так все стало как надо вот так вот и выглядит эта штука во тьме охренеть украсть и вот так вот и засвечивается пустошь прямо в центре нахрен вот такое вот освещение крутое и снова мы пустошах и снова мы на одном из моих любимых мест и так пустошь без освещения и пустошь с освещением да будет свет сказал электрик и все включил отлично вот это мне больше нравится даже людей видного всех видно короче нормально сейчас я покажу как все выглядит снаружи мы едем по пустоши все отлично все круто так у нас заезд заезжаем и вот он спустим и снедом жарили костер прошлой серии если кто помнит вон тот бетонный блок и вот сюда вот примерно так это все выглядит сдаем задним ходом нормально и едем сюда так что вот так вот в общем прожектор а в принципе нормальные все здорово все отлично и все классно а сейчас мы покажем как она работает вообще полевых условиях поедем вон туда в ту пундру вообще туда на что за дырку такая интересно понятно происхождение это просто просто дырка вот я веду руками вот таким образом и и мы едем дальше и на очереди у нас просто пройти по этому полю и что будет меня вот так вот видно есть что всякие такие буерок и аккумулятор очень тяжелый вот здесь стоит поэтому тяжело его тащить я конечно предпочел трайк но что есть но есть у нас все и засвечивается блин мощно нафиг так 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 здесь уже вообще полностью все нафиг в грязи нормально пойдет так ставим и смотрим как это все выглядит ну примерно как то вот так вот так я сейчас временно выключу вот эту штуку чтобы посмотреть какой уровень засвета будет без нее нормально так ничего все окей вот такая вот система освещения на 150 ватт из промышленных прожекторов для велосипеда и впереди будет еще больше напоминаю что если вы сделаете под этим роликом 50 тысяч просмотров и там сколько-то тысяч лайков то у нас будет киловаттная система освещения на велики такие дела уже с вами лкей валентин кулибин все ребята и мы продолжаем банкет поехали этот аудио файл чудом сохранился в архивах бешеные какие-то бешеные 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 так ребят ну что ж вот перед нами пирс кто может увеличить яркость своих экранов вы можете и увеличить сейчас а сейчас я врублю свет и пирс осветиться поехали вот это я понимаю вот этот свет погнали так нормально так освещение вот это я понимаю свет классно сейчас я встану здесь и покажу как это выглядит снаружи и Продолжение следует... Так, ну что ж, мы приближаемся к самому краю того, куда можно здесь заехать до забора. И сейчас посмотрим, как это все работает в море, если все направить. Ну-ка. Так. В принципе, нормально. Сейчас, секунду. Нормально так. Ярко достаточно. Очень ярко. Вылезет все, конечно, блин, примерно вот так вот. Да, классно. Так, это все закрепили, это все светит. Нормально вообще. Обалдеть. И сейчас я направлю его вон ту сторону, непосредственно в глубину на Лазаревскую. И мы посмотрим, как это все выглядит, если, короче, направлять его туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну что ж, ребята, как бонус, контент к нашему мега-ролику. Вот это вот, извините, если ветер задувает микрофон, блин. Но эксперимент есть эксперимент. Как бонус-контент у нас проездка по восточным пляжам, по набережным. И, в общем, сейчас я это хочу вам показать. Как засвечивается улица с этой поездки. То есть, ну, как вообще происходит засвет. Вот, то есть, едем мы очень комфортно. Видите, все очень синематографично высветлено. Вот так вот прям классно. Едем мы сейчас на восточные пляжи. А, да, интересная система, кстати. Вот, едем-едем. Я проверяю засвет от оборудования. Просто в достаточно терпимых условиях. Хороший вечер выдался. Ну, прохладный, но сухой. Это самое главное, без дурацкого дождя. И вот я еду, собственно. Прожектор сверху и снизу. И все, в принципе, нормально. Происходит. Ну, я бы сказал, что вот примерно такой музон. Так, ну вот, в общем-то, заезжаем на восточные пляжи. На самую восточную сторону. Или на западную. Наверное, скорее всего, на западную. Мы можем видеть, как засвечивается пляж практически до моря. Вот. Напоминаю, ребят, если мы наберем порядка 50 тысяч просмотров на этом ролике. Блин! Это будет сложно. Сейчас затолкать, но я затолкаю. Если мы наберем 50 тысяч просмотров на этом ролике, то обещаю вам, что следующий апгрейд света, это будет киловаттный свет на велосипеде. Один киловатт. Обещаю, что так будет. Так, это пляж Усудоверфи. Сейчас засветим вот сюда, посмотрим. Ну да, достаточно ярко засвечивает весь пляж. И как это выглядит снаружи, сейчас вам покажу. Так. Прям вот так вот это все выглядит. Просто пипец. Такие пироги. Сверхмощные. Ну, как они. Это обычные, получается, строительные прожектора. Я просто поставил их на велик для проверки, как они будут светить. Вот так вот все прям засвечивается клево и круто. И вот так выглядит засвеченный пляж. Может даже спуститься, я не знаю. Посмотреть, что здесь снизу. Посмотреть, что тут такое. Ну да, вот так вот. В принципе. Нормально все видно. Тут кто-то, видимо, что-то пропал. Такое, знаете, как в фильме «Кинзаза». Такой песок с таким жестким светом. Тот самый эпизод, когда они усаживаются на планете, где нет воздуха. Примерно сейчас я это покажу. Ловка, какое предложение? Так, отсюда свет. Это примерно вот так выглядело сейчас. Поехали. Поехали. Если провалимся, так провалимся. Но я думаю, мы не провалимся. Вот так вот все освещается по бокам. Напомню, что это тот же самый мост, который был в видео про этот самый. Про... Нед приехал в Лазаревскую. Да, вот именно то самое видео. Прямо вот такое вот лютейшее шоу. Ребята, вон там море плескается. А мы едем с тобой. Едем. О, там кто-то есть. Будем их... Не, мы не будем тревожить рыбаков. Остановимся на нормальной дистанции. Потому что они там сидят рыбу ловят. Я бы не стал. Хотя, если в обратку аккуратненько подъехать, я думаю, можно. Может, он будет тревожить рыбаков. Это, конечно, так же色. Я бы не стал. А偏. Я бегаю. так ну вот мы посетили это злачное место тут все очень интересно я не стал мешать рыбакам и очень интеллигентно протиснулся развернувшись на платформе и проехал обратно в обратную сторону и сейчас мы направляемся еще левее вон туда еще на более южные пляжи на которых будет что-то интересное наверное идем четко по центральной доске как мы видим по центру вот такой ангар здесь еще стоит это он же пиратский бар так тут окна по моему по ходу движения будет но мы их постараемся интеллигентно не задеть поскольку ну лучше не светить ночью в окнах такие дела так едем-едем поехали прям вот так можно двигаться прямо возле вот этой штуки вот шашлык вот так вот и едем ребят всякие штуки и всякие штуки понятно что там впереди план будем ехать тем не менее так здесь уже в окна светит выключу к я эту штуку пока что вот так вот и включаемся так что такое купание запрещено мы поставим здесь на каноничном месте тут уже какой-то шухер видимо начался может меня заметили а может и нет не знаю в общем еще посмотрим о чем-то мне это напоминает кидзазу а вам не напоминает тоже похоже и вот мой велик стоит вот это фара ребята вот это фара мне кажется что вот эту штуку можно забрать как трофей хотя так телефон и экстренных служб купание запрещено уважаемые отдыхающие с период с 1 октября по 31 марта пляж не функционирует отсутствует матрос спасатели медперсонал и спас оборудование с 1 октября по 31 мая будьте внимательны и осторожны матросы спасатели интересно а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, ребят! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Представление начинается! Да будет свет, сказал электрик и включил все, что можно включить Вот, и, короче, мы начинаем банкет, начинаем начинать Нед, покажи монтажку, что у тебя на этом... Показал? Погнали снимаем Светопредставление! Нет, ты включи и все, и говори Там пойдет только секунду Подожди, это-то зажрется Давай! Светопредставление! Двумя руками! Больше экспрессии! Светопредставление! О, нормально, все! Спасибо! Давай! Это самое... Смотри, еще дальше... На красненькую и еще... Меньше света... Больше света... Меньше света... Больше света... Регуляция! Меньше света... Больше света... Меньше света... Больше света... Меньше света... Больше света... А? Все, нормально. Любит все то, что в одном экземпляре На ужин мы делаем лучше буррито В нашем квартале А ночью устроим дикие танцы Чтоб все это знали Я открыл окно На стеж В кровати я и мои Насти В солнце светит прямо в глаз И денег полный унитаз Аааа